поехали всем привет сегодня у нас 10 августа тема у нас сегодня лайва это очередной обзор ответы на вопросы там программы программы как у нас там она называется tc tools вот все это связано что с рекламой здесь есть много дополнительных вещей например трекер вот так что вперед работе всем привет зовут я твитрий я разработчик ppc tools со многими из вас я уже знаком с некоторыми нет хотел бы на этом вебинаре у нас сейчас кто пользуется нашей программой сегодня мы выкатили апдейт сейчас на экране если видно это наш новый апдейт если кто-то кэш-колл про пользовался сразу скажет что похоже да пока пока несколько у нас пока работает графический дизайнер мы взяли взаимствовали немножко их фронт но это у нас переделается просто мы чтобы поскорее это выкатить о чем собственно наш новый у нас сейчас появилась привязка всех ваших данных вашей органической продажи то есть вот например аккаунт один из аккаунтов который можно посмотреть здесь вы видите цифры по органике и по подписи то есть например вот ревеню это оборот ваше за там это семьдесят по моему не знаю за какой период ревеню у вас по органике получается 4 600 и по подписи 12 то есть можно посмотреть сколько вы продали то есть амазон не дает такой статистику то есть дает вы можете лазить по отчетам смотреть сравнивать сколько у вас здесь это сразу все видно какой у вас оборот общие то есть 16 тысяч общий у вас оборот и 12 тысяч из них это то что было продано с помощью рекламы секундочку можно секундочку как раз вот сейчас описание вот это все рассказываешь вот первый вопрос в принципе он наверное такой показательный из чего как раз мы начинаем зачем нужна вообще эта программа PPC tools вкладывается впечатление что на амазоне зарабатывают разработчики программ и amazon есть инструмент PPC что еще нужно все настройки типа внутри вопрос времени и сил настройки и так далее это все понятно амазона у него довольно так сейчас я прошу прощения как раз себе вопрос такой именно знаешь для чего нужна в принципе программа то есть что она делает я раньше ну я объясню на самом деле вот есть google adwords да у него ну невероятно круто сделанная статистика и всевозможные насчеты и так далее то есть вот для google adwords мне никогда в голову не пришло сделать какую-то программу отдельную которая бы помогала работать но у амазона это настолько сделано коряво ужасно и с минимум статистики то есть любой человек который довольно много дает по амазону и рекламы и всего остального он всегда сталкивается с тем, что у него недостаточно статистики он не понимает куда у него расходятся деньги он не понимает что происходит с ключевиками это довольно все где-то глубоко спрятано в отчетах которые надо в экселе ковырять то есть это уходит огромное количество времени на это все то есть ну я не знаю то есть для того чтобы более-менее разобраться а тем более когда много товаров разобраться во всем этом ну я не знаю и тогда появился собственно Брайан такой есть сейчас который подписчиков он был первый кто появился со своим софтом который это все упрощал можно было в одном месте все сразу видеть по по статистике по расходам по хорошим ключевикам по плохим ключевикам и так далее и собственно глядя на Брайан и похожий проект мы сделали свой который в общем-то в некоторых довольно много вещей у нас есть которых нет у Брайана и поэтому собственно что это нужно но это удобство это фронт-энд для работы с PPC то есть если вы готовы там влазить подсчетом в экселе ковыряться и все руками сводить но окей есть такие люди да а если вы хотите быстро удобно все видеть и как-то все управлять этим когда у вас общая картина перед глазами и вы знаете где что уходит и каких хороших ключевиков и плохие ну это тогда вы можете пользоваться либо нашим софтом где есть конкуренты какие-то да которые делают похожие вещи вот собственно вот как раз для этого нужно это программа которая сильно упрощает жизнь людям тем которые дают рекламу экономия времени и возможность оптимизации и возможность аналоза правильно? да ну мы сейчас меньше стали рекламировать и меньше я сейчас делаю упор на автобидеры хотя я сам ими пользуюсь просто вот они мне сильно спасают жизнь но проблема в том что это очень сложная тема и мы автобидеры сейчас особо перестали пиарить потому что очень многие неправильно пользуются и довольно плачевный результат поэтому сейчас мы автобидер больше рекомендуем для людей которые настраивают рекламные компании аккаунты для других новичком вообще не рекомендуем пользоваться автобидером потому что это ну когда не знаешь как его готовить очень сложно им пользоваться вот ну а вообще для специалистов которых хорошо уже разбираясь с TPC есть такая штука как автобидеры это очень сильно упрощает жизнь но единственное надо уметь его готовить то есть просто взять и включить его это вот как показала практика довольно со многими это в общем-то не самый хороший результат здесь надо в общем иметь пользоваться вот ну и масса разных вещей у нас есть автотрекинг сейчас трекинг рэнкинг мы сделали то есть вы можете органику точно так же трекать я к этому чуть попозже три вот ну собственно вот наверно так если можно ответить на этот вопрос я надеюсь я ответил вот Денис слышно? Алло? Денис? Денис? Так ну я буду считать что Денис нас слышит и поэтому я продолжу если там что-то будет изменено значит собственно потом мы все это изменим значит для чего нужно я кратко рассказал давайте все-таки перейдем более конкретным вопросам которые здесь есть значит первое основное что у нас сейчас какое нововведение это мы соединили все отчеты органические с PPC для чего это нужно и собственно вообще зачем мы этим заморочились и что из этого хорошего может быть выучить самое основное что из этих отчетов когда мы их сложили вместе наложили друг на друга здесь видно 3-акос так называемый 3-акос вот если посмотреть сюда вот то у нас 3-акос и 5-36 если PPC мы тратим 50 процентов всех ну то есть если у нас равен 50 процентов то у нас соответственно только если мы накладываем полностью и PPC органику как бы мы его сводим в тотал то мы можем посмотреть что расход у нас PPC к общим продажам включая органику является 36 процентов то есть если только PPC у нас около 50 то так называемый 3-акос это когда мы складываем и то и другое там равняется 36-6 процентов но это довольно неплохая цифра на самом деле вот это первое во вторых мы также точно так же можем смотреть какое количество у нас прибыли идет с органики какое количество PPC то есть это тоже довольно неплохая статистика но это тоже самое пооборот то есть мы видим что на 12 тысяч органиров продаж у нас приходится 4 697 органик вот ну с учет того что органики не было вообще в начале то есть вот эту органику нам принесло 12 тысяч продаж по PPC но это только с самого начала дальше она будет органика больше и больше и больше и больше идти меньше и меньше и меньше то есть когда органика запустится это все будет выглядеть несколько иначе ну и здесь по ордерам тоже можно посмотреть что органики было 119 заказов а PPC было 556 заказов вот соответственно что можно Денис там слышно меня? нет? алло ладно Денис опять нет значит я буду на свой вкус и свет все рассказывать вот то есть вот это ну довольно неплохая статистика тем кто занимается PPC то есть всегда можешь проконтролировать насколько то есть то есть когда просто PPC ты видишь да что у тебя там кост по PPC такой то то ты в общем то ну эта цифра так более-менее ни о чем то есть ты не понимаешь до какого предела можно доходить когда ты уже видишь относительно общих продаж то есть когда и накладывается и PPC и органика тогда уже это гораздо понятней что например ну 36% с общей продаж это довольно неплохо вот дальше значит какие у нас еще новые деньги ну все опять же видели наверное это Tracking Tool сейчас я не буду показывать его но каждый может зайти посмотреть это обычный Tracking который собственно по вашим ключевикам по рейнкингу сейчас одну секундочку я тут поправлю один момент секунду сейчас ну собственно многие это все видели то есть уже у нас это было до этого просто сейчас мы улучшили эти вещи то есть там сейчас показываются сейчас я расшарю экран одну секунду опять кто там за немножко у нас заспанивает все вот теперь я расшарил вот по трекингу да я уже сказал то есть у нас есть Tracking Tools это позволяет смотреть трекинг по вашим Keywords то есть мы даем под каждый ключевик 50 Keywords то есть вы 50 точнее трекинга то есть вы можете отслеживать до 50 Keyword на каждый товар в базовом аккаунте ну и там у нас сейчас если вот мы сейчас быстренько зайдем туда можно посмотреть там тоже появились графики то есть вы можете видеть это практически у всех есть просто у нас не было график сейчас появились графики то есть в течение времени как менялись позиции по вашему трекингу вот Денис тогда меня слышно нет а то я там с пустотой общаюсь нормально нормально все вот отлично ну я тебя слышу замечательно поставьте плюсики на всякий случай да 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 потому что я где-то минут 10 общался с пустотой окей это я очень коротко рассказал про наше нововведение которое есть ну опять же графики и так далее все это основные значит сейчас у нас появится также сервис по рассылкам мы об этом анонсировали где-то будет на следующей неделе то есть мы будем и отслеживание негативных ревью ну вообще все он все будет ревью отслеживать позитивные, негативные просто негативные он сразу альтер будет показывать что вам пришли негативные ревью и соответственно рассылка клиентам после продажи то есть это когда только заказали когда посылка прибыла и там через какое-то время после этого то есть вот эта вся штука которая сейчас там отдельный сервис это будет то есть это будет не без дополнительной платы точно так же как и трекинг без дополнительной платы то есть вот эти все сервисы то есть мы сейчас больше собирать комбайн в котором будет практически все что я пыталась сделать что что автореспондер а почему плохо слышно автореспондера осталось сделать а ну вот автореспондер я и говорю на следующей неделе ну вот я и говорил то есть он нужен да автореспондер мы сейчас его делаем он будет готов где-то вот на следующей неделе то есть он сейчас в процессе то есть трекинг у нас есть сейчас автореспондер и сейчас где-то через месяц мы сейчас только-только начали у нас будет АБ-тесты То есть, АБ-тесты будут все и по рекламе, то есть, если люди хотят сравнить, то есть, начали они рекламу с такими показателями и с таким же куском, там, с другим показателем, такую же рекламу, все это будет в АБ-тестах, и там разные будут, можно будет менять цену, название, фотографии, и она все это будет сравнивать. И также это можно все будет сравнивать с рекламными стратегиями, то есть, если, например, на высоком беде, что происходит с продажами, собирать там внизу, там, на низком беде, то есть, вот это все, АБ-тесты у нас сейчас в процессе, они будут, но они еще позже автореспондеры будут, но они как бы будут. Далее, значит, по поводу, что еще хотел сказать, в трекинге довольно интересная вещь, собственно, которых мы, тоже я хотел бы остановиться, это по экзакт-компаниям, то есть, скажем так, зависимость между органикой и PPC, она довольно, кстати, четко видна, но это видна только для экзакт-компании, то есть, если у Брода и Фрейса, ну, ее так не видно, она будет разбита, но по экзактам очень интересная картина показывается, показывает следующее, у нас в трекинге видна история по, значит, рэнкингу ключевика, то есть, насколько высоко он находится в выдаче, вот, и там же можно посмотреть зависимость от бюджета, который потрачен на этот ключевик в PPC, да, и там очень интересная зависимость, то есть, чем больше вы там беды, чем выше вы находитесь, то есть, чем больше вы льете от спэда, то есть, в PPC, с тем у вас рэнкинг, ну, довольно так зависимый начинает расти, то есть, условно говоря, там можно довольно интересно сделать, то есть, вытащить рэнкинг, а потом начинать потихоньку уменьшать рекламу, но чтобы рэнкинг не падал, то есть, вот такую вещь, но это все уваженная работа, и там как раз в трекинге довольно хорошо видно, как это все происходит, то есть, в тот момент, когда вы вытащили высокими бидами, бит-плюсом и так далее, что у вас рэнкинг, то есть, вы вырезали, я не знаю, там, на второй, на этой конечной, с первой страницы, там начинаешь ползать и выше, а потом можно потихонечку начинать уменьшать выдачу, потому что вас уже тянет органика, то есть уже не надо так тащить TPC, чтобы рейк оставался высокий. И как раз его трекинг довольно хорошо показывает, потому что там показывает текущую ставку, показывает, сколько потрачено за условный период, и вы видите позицию, то есть можно принимать решение, поднимать бюджет, оставлять или снижать, это там тоже все хорошо видно, то есть в зависимости от рейкинга, от TPC, там довольно хорошо видно. Но опять же, сразу хочу сказать, это хорошо видно по экзакт-компаниям, то есть если вы это все будете по бродам, по фрезам делать, ну там слишком размыто, и зависимости от того не будет наблюдаться. Далее, что хотел еще, собственно, сказать, какие у нас появились новые вещи, ну я на том семинаре уже говорил, на это можно будет еще раз, на это немножко отвлечься. По поводу автобидера, как им пользоваться? Мы сейчас пришли к выводу, что для новичков автобидер имеет смысл включать только на экзакт-компаниям. Только, может быть, за некоторым редким исключением фрезер. Причем это должны быть компании, где у вас статистика довольно большая. Что значит довольно большая статистика? Это означает, что у вас по ключевику, ну, должно быть хотя бы от одной продажи в день. Тогда автобидер будет работать идеально. Вот у меня стоят свои собственные компании, экзекты в основном, я делаю довольно много экзекты, там стоит автобидеры везде, и они очень неплохо работают. Они прекрасно справляются, потому что у них море статистики, а когда море статистики, роботы себя чувствуют вольгот. И вот как раз антипример, как не надо работать с автобидером. Это, например, ставить на автобидер какую-нибудь бродовскую компанию с миллионом ключевиков, где нет никакого вообще статистики, и начинает автобидер, он начинает пальцем тыкать в небо, а когда он пальцем тыкает в небо, он начинает сливать в ваш бюджет. Поэтому вот такие компании делать на автобидер, но это самоубийство, и лучше этого не делать. То есть я еще раз хочу предупредить и наших клиентов, и тех, кто только собирается к нашему сервис включиться, ставьте автобидер на экзекты, за редким исключением на фрезер компании, не ставьте их на брод компании, и это довольно, ну, скажем, не то, что опасно, но это может привести просто к сливу бюджета, а результаты будут довольно странные. Вот. Замечательно работают автобидеры на моих компаниях, те, которые экзект компании, и те, которые много продаж, хорошая статистика, и они довольно неплохо справляются. Вот. Это касательно автобидеров. Что еще? Значит, у нас еще был вопрос по минус-словам, как это все происходит с минус-словами, когда работает автобидер. Значит, у автобидера давно, я уже говорил, у него довольно много настроек сейчас появилось, и до этого было, которые позволяют, ну, довольно ювелирно настраивать компанию. То есть, во-первых, с минус-словами. Автобидер, у него есть такая возможность, такая фишка, когда он видит, что по ключевику не идут продажи, либо, ну, то есть, вы сами можете в настройках задать, какое количество кликов нужно автобидеру до анализа, когда он понимает, что это ключевое слово шло. Ну, предположим, в настройках это есть, это минимум клик называется. Вы ставите 20 кликов, что автобидер делает? Он смотрит. 20 кликов сделано. Ни одной продажи этого не было. Он это слово заносит минус-слова. По экзекту. По фрезе он не заносит. По экзекту. То есть, он видит. То есть, в принципе, в принципе, если вы какую-то брод-компанию делаете, вы тогда выключайтесь, чтобы он финансово вам не мешал, да, то есть, там, либо битрэндж его оставляете какой-нибудь, либо еще что-то, ну, то есть, чтобы он по минимуму там елозил. А оставляйте его только для того, чтобы он минусовал вам слова. То есть, чтобы не руками вам бегать и тискать слова, а робот автоматически минусовал. То есть, в принципе, на брод-компаниях это, в принципе, неплохая стратегия, чтобы робот, если у вас тем более, там, сотни слов, да, чтобы он просто находил неэффективный и начинал их минусовать без вашего участия. Тем более, если у вас много компаний, много слов, это, в общем, вот это, как раз, эта стратегия, они довольно эффективны. Со ставками там сложнее, потому что робот, он не человек, у него предчувствия нет, он может только опираться на какую-то статистику. И если у него нет статистики по продажам, то, еще раз повторяю, что у нас, опять же, в настройках это есть, он начинает себя, ну, пальцем в небо тыкивать. То есть, он делает какую-то ставку и пытается понять, что из этого произойдет. И, опять же, чтобы понять, что из этого произойдет, ему надо опять собрать какую-то статистику. Поэтому, вот, если у вас мало статистики, мало продаж по этому ключевику, еще раз говорю, что лучше как-то обходиться руками без робота, либо только ставить его на минус-слова, чтобы он только углавливал совсем неэффективный, но и делал ставки на компанию в родосы и так далее. Так, это, что касается все остальное. То есть, если на экзак-компании ставьте, все прекрасно работает. Если, тем более, у вас много продаж, работает все замечательно. И, ну, головняк, то есть, я последний раз в экзак-компании проверял и там и так далее, где-то, может, недели три назад. Вообще все замечательно работает. И я туда даже не лажу, потому что я знаю, что роботы за меня все прекрасно это сделают. Вот. Далее. По поводу... Хотел еще обсудить вот момент. Опять же, много спрашивают, какие особенные речки, которые до этого никогда с этим не сталкивались. То есть, каким образом, то есть, вот, вытаскивать органику, то есть, с чего начинать и так далее. И как наша программа может с этим всем помочь. Я уже на предыдущих семинарах рассказывал, что в итоге, да, вам нужно довольно, чуть ли не 80% у PPC нормальной компании уходит на экзак-слова. На тяжелые, конкурентные экзак-слова. И у вас большинство бюджета будет сливаться именно туда. То есть, не то, что вот вы большим, там, скопом, у вас, там, предположим, масса, там, всяких низких... То есть, многие люди довольно интересно ведут компании. То есть, они собирают, там, сотни тысячи ключевых слов, засовывают их в PPC, да, и пытаются дать рекламу. И думают, что чем больше слов они соберут, то у них больше будет рекламы, больше продаж. Это неправильная вторая стратегия, она не работает. У вас слова будут болтаться где-то внизу, ничего происходить не будет, трафика не будет. Стратегия работает в основном такая, что вы продвигаете экзак-ключевики, самые продаваемые, какие есть в вашей сфере. То есть, если вы торгуете, предположим, чехлами для айфона, то ваши ключевики, на которые у вас будет уходить большинство бюджета, это будет чехол для айфона, чехол для айфона, там, силиконовый, там, красный чехол для айфона, силикон. То есть, вот эти вот самые жирные ключевики, собственно, в экзак-компаниях, они будут пожирать основное количество бюджета вашего. Они, в принципе, довольно тяжелые, тем более, если у вас ниша конкурентная, они будут довольно тяжелыми. Почему? Потому что масса конкурентов, которые тоже дают такую же рекламу, и цена клика может выходить, там, до трех, до четырех долларов, я видел. Вот. И люди как-то с этим живут. То есть, у них продажи, то есть, не продажи, а, соответственно, а расходы, они будут приблизительно одинаковыми всех. То есть, вопрос в чем, а за счет чего же они тогда живут? То есть, если у них такие высокие ставцы, цены на клик, если у них такие высокие расходы, то почему, например, с окосом, там, 50-60% люди продолжают давать рекламу? Это не новички, а это монстры, которые там сидят давно. Ответ очень простой. В экзак-компании можно довольно неплохо вытягивать органику. Вот. Соответственно, я уже на всех семинарах это говорил, я еще раз повторюсь, что правильная стратегия по PPC, она заключается не только в PPC. Тем более, когда сейчас не работают все эти индусские схемы, никаким образом, иначе, как продажами, органику вытянут нельзя. То есть, никакие не работают сейчас вот эти вот там действия, там, с корзинами, там, с шлистами. Работают, какие-то действия. Ну, знаешь, это настолько сложно. Да, да, у меня сейчас на данный момент продвинули несколько ключей, но сегодня опять поступила информация, опять что-то изменилось из-за этого. Ну, да. Что-то работает, что-то нет, не так массово, как раньше. Да, 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 я об этом же и говорю, что это у нас, это довольно сложно. Поэтому раздачи и PPC – это две темы, которые остались, чтобы двигать в органику. И, собственно, ну, раздача, конечно, тоже все здорово, но когда-нибудь они заканчиваются, да, там круг, который может их раздавать, ну, условно говоря. А PPC, ну, вечный, вы можете им вечно двигаться. То есть правильная стратегия, она состоит из, там, из нескольких, там, много шагов. Но основное, что это вы вычленяете какие-то вот ваши наиболее ценные ключевики, которые могут приносить хорошие трафики. И начинаете очень аккуратно и, следя за статистикой, с ними работать. Основное, что и с этими экзакт-фрейс-компаниями. Основной смысл как раз в том, что вот эти вот экзакт-фрейс-компании, в основном экзакт, они будут не только вам там продажить, они будут вытягивать вашу органику. То есть, опять же, вот если у нас зайти вот в трекинг и посмотреть, какая связь между бюджетом, вливаемым в экзакт-компаниями, и позицией ваших ключевиков, она довольно, ну, не то что линейная, но она хорошая зависимость. То есть видно, что они довольно взаимосвязаны. Вот, поэтому правильный заход в PPC, он всегда идет с прицела на органику. То есть, PPC сейчас, у вас очень много конкурентов, у вас очень много туда PPC, и просто PPC вы ничего никогда не вытянете. Вот. Соответственно, вам нужно вот таким образом действовать, что через экзакт-компании надо, то есть не просто, вот вы дали там по броду много-много PPC, и все, и вы зажили хорошо. Нет, вам именно нужно подходить на довольно тяжелые экзакт-компании, которые дорогие, которые сжирают много денег, которые очень дорогой клик, но, опять же, вы туда залезете, вы потратите какой-то бюджет, и вы увидите, у вас начинает, поползет медленно, печально, но наверх поползет ваша органика. А потом вы будете жить в связке. И вот, что у вас и органики, и PPC, они друг друга дополняют. То есть они живут, то есть зарабатывать вы все равно будете с органикой. Потому что PPC, если у вас конкурентная тема, вы никогда ничего не заработаете. У вас будет довольно много денег сжираться. Но PPC вам разгонит органику, и там вы уже будете зарабатывать. Это основное правило в конкурентных, и я не знаю, я не знаю, конечно, не конкурентов, что-то такие бывают. Хотя я знаю довольно, ну, не много, но я знаю людей, которые вообще не пользуются PPC, у них хорошие продажи, они разошлись за счет этих раздач и так далее. Ну, это скорее исключительно. Сейчас, чтобы в хорошей конкурентной нише жить, все равно PPC никуда не уйти, никуда не езжать. Вот. Но это было лирическое отступление. Собственно, еще раз повторюсь, что у нас есть хороший инструмент, чтобы всегда это отслеживать, чтобы вы всегда видели, какая у вас взаимосвязь. То есть если у вас, например, рэнкинг пошел падать, и у нас на графике это видно, то, значит, вам нужно еще там в бит-плюс уходить, повышать там коз, можно, если у вас там автомат стоит, у нас автопилотная, что, соответственно, вы ему двигаете границу наверх побольше, и когда у вас органика придет чувствовать, значит, все уже нормально ползли, тогда вы потихонечку убираете вниз, то есть и находите какое-то компромиссное решение, чтобы у вас они приблизительно на одном уровне оставались. Ну, опять же, это не просто сложно, там недели, там месяцы, но это, в общем-то, в конкурентных нишах вот таким образом все происходит. Вот. Собственно, что еще хотелось, на чем сегодня, если там нет никаких вопросов, и не совместных вопросов. Да вопросы пишут, но просто надо, делить будем. Давай попробуем на вопросы сейчас накидаем тогда. Да, давай. Чтобы ты отдохнул заодно и... Так, сейчас я тут... Давай снизу вверх, тогда пойдем потихонечку. Я просто не читал. Почему профит отрицательный? У тебя на скринах был вначале. А, он и сейчас отрицательный. А, у меня сейчас скрин же работает. А это совершенно нормальная ситуация, это когда товар уводится, если товар какой-то водился, если я правильно помню, то для того, чтобы стартануть в органику, у тебя огромное количество уходит в PPC, и там прибыль уходит в ноль. Потом она начинает. Это здесь, по-моему, вот в этом аккаунте, здесь два новых товара, что ли, или три. Вот это я не помню, брать не буду, надо смотреть. Но здесь какой-то новый товар, в который вкладываются деньги, в то, чтобы у него начиналось двигаться органика. Поэтому здесь очень много идет в PPC, поэтому прибыль царя. Если взять какой-то другой диапазон, она выплатит. Просто здесь такой диапазон нет. Мне очень удачно. Следующий вопрос. В чем отличие все-таки от Cash Call Pro? Преимущества, отличия? О, отличий много. Cash Call Pro не работает с PPC вообще. Просто мы немножко взяли Cash Call Pro. Cash Call Pro это чисто... Это не PPC. Cash Call Pro у него там автореспондер, keyword ranking, там можно выбирать товары типа шингла скаута, но он не работает PPC. У нас все-таки система заточена PPC, плюс к этому мы даем там трекинг, сейчас будет автореспондер. То есть основная фишка наша – это PPC. У Cash Call Pro нет PPC вообще. Так, понятно. Денис, вот Зиммер оценил как классная прога, пользуясь им оручей головы с Excel. Так, у Дениса, значит, у меня PPC за две недели продвинул по ключам, самое релевантное, на первую, вторую, третью страницу. Органику реально поднимает. Ну, тут в любом случае Денис, да, Денис там или кто-любой, это то же самое, что говорили про другие способы продвижения. У кого-то продвигается лучше, у кого-то хуже, у кого-то конкурентная среда, у кого-то нет, у кого-то бит дорогой, дешевый. Товар дешевый, его можно хорошо раздавать. Товар дорогой, его по-любому надо через PPC двигать. Надо всегда подходить индивидуально. Если вы делаете на конвейере одно и то же, тупо смотрите видосы, и вам говорят, для любых товаров, для любого бюджета, одну и ту же стратегию, это бред. Вот и все. Комплекс, комплекс мер. Мы здесь и пытаемся рассказать о разных вариантах. Вам принимается решение. Так, давайте дальше. Денис предлагает, давайте вглубимся в минусовку автомата, пожалуйста. Вот хорошая тема. А, вот, по минусовке автомата. Значит, сейчас я попробую в какой-то компании, сейчас один момент. Да, вот такие вот вещи, это вот самое важное. Вот это вот уже, как искать, шлифовка, качество. Да, сейчас один момент, я отключусь. Я только видео отключусь, сейчас я зайду. Так, сейчас я зайду в компанию. Отлично. Я немножко говорил на этом, в стимуле, но сейчас еще раз повторю, чтобы было сейчас видно. Так, сейчас я включу обратно экран. Так, ну, наверное, так видно. Значит, это у нас настройки автопилота. И сейчас я попробую объяснить, конечно, попробую объясню, каким образом здесь можно двигаться минус-словая. Значит, это настройки автопилота. И сюда можно попасть, зайдя в компанию и в наклопке экшен выборов авто-он. И вы попадете сюда. Ну, остальные настройки я пока буду не трогать, так как вопрос задан про минус-слова. Как будет делаться все с минус-словами? Значит, здесь мин-клик to start adjusting. Вот этот как раз мин-клик to start adjusting это минимальное количество кликов, на основании которого автопилот поймет, что товар не продается. Ну, то есть минимальное количество кликов и нет продажи. То есть здесь сильно зависит от вашей конверсии. То есть, если у вас конверсия 10%, то, например, с 15 кликов уже можно понимать, что это ключевое слово, оно неудачное. Потому что 15 кликов это 6% конверсии, а у вас средняя конверсия 10%. Два раза ниже вашей конверсии, то есть это означает, что ключевое слово, в общем-то, нехорошее. А если вот я представлю 20, то это просто железобетонная гарантия, что 5%, у меня конверсия в среднем 13-14%, то это означает, что это железобетонное слово не очень хорошее. И что делает робот дальше? То есть у него 20 кликов проходит, у него ничего не происходит. он берет эту фразу по экзекту, засовывает в минус слова вашей компании, негативы, кейворцы. Вот. И все. И дальше он начинает, то есть он больше это слово не трогает, он его заснул, в негативные, и все, и он занимается другими словами. Негативные слова можно посмотреть, если зайти в саму компанию, оно будет подсвечено. Оно, по-моему, подсвечено то ли зелененьким, то ли синеньким цветом, я сейчас так по памяти не помню, но оно каким-то словом подсвечено. И так же у нас новое введение, сейчас вот свежая версия софта, это нововведение где-то дня три назад выложили, отдельно в каждой компании, в отдельно в каждой группе появилась вкладка с негативными словами. То есть вы можете нажать туда и вы увидите, что туда робот, ну то есть то ли что-либо вы туда что-то занесли, либо было до этого, ну и все, что туда уже робот такие слова поставил на минус. То есть вот таким это образом работает. Это хорошо работает, если, опять же, я говорю, что вот на бродовских, тем более на посетивных компаниях, которые у вас там миллион слов и вы проверяете, какие работы не работают, вот, можно поставить робота работ только этим. Опять же, вот сейчас расскажу, все-таки, если вы решили засунуть в автопилота там, либо фрейзовую, либо бродовскую компанию, каким образом себя бы обезопасить от сливов? и каким образом себя обезопасить от того, что наиболее часто наши клиенты сталкиваются с тем, что они бродовскую компанию ставят на автомат и все, прекращаются клики, потому что робот начинает просто все ставки, но ему статистики мало, он видит какой-то всплеск, и наоборот уменьшает ставку и выпадает из гарантированного заказа. Вот есть такая кнопочка у нас, называется Don't Go Lower Than Lowest Suggested Bit in the Range. Это означает, что робот не может делать ставки ниже, чем suggested bit. Опять же, я, по-моему, говорил в прошлом вебинаре, что Amazon, не знаю, по нашей просьбе, по просьбе еще кого-то, мы очень долго их долбали, они стали отдавать, вот то, что у вас селлер-централь есть такие bit range, то есть ставки от и до последние ставки, которые ключит Amazon, он стал это отдавать на IP, мы смогли этим пользоваться, и как раз вот эта кнопка показывает, что робот насильно может делать ставки только в диапазоне этого bit range, то есть те диапазоны, которые показывает там селлер-централ и там, где происходит показ. То есть, если он, предположим, раньше, если этого сутки не стоит, то означает, что если ему не понравился, вот ежеминута, там ежедневно ваш акцию не понравился, он бык поставил ниже этого bit range, ниже выпал из показов, продажа прекратилась, компания сдох. Вот, вот эта кнопка защищает этого, а ниже кнопки еще больше защищают от этого. Вот под ней кнопка, это Donald Go, Bellows и Jessupy, это вот то, что подсказка Amazon, ну, то есть не range, а сама подсказка, то есть если у вас там range от одного до двух долларов, а подсказка Amazon на полтора, то с верхней кнопки он не уйдет ниже доллара, а вот с этой нажатой кнопкой он не уйдет ниже полутора. Ну, для пассивных компаний не знают хорошо это или плохо, для пассивных вообще надо как-то постараться обходиться без автопилота, потому что довольно рискованно, вот, но если вдруг вам вот так захочется, то можно вот так сделать. Автопилот хорошо работает уже на компаниях основных, не пассивных, то есть когда уже вычленили все, что вам не нужно, соответственно, тогда уже можно включать автопилот, потому что если известны хороши проверенные слова, нехороший трафик, там автопилот работает прекрасно. Ну, вот это Stay Suggested Bitrange, это защита сверху, то есть он не может сделать ставку выше, чем в Bitrange, который показывает Amazon, вот этот как раз, то есть он не сделает ставку выше двух долларов. Бывает такое, я стал, сталкивался, почему ввели эту кнопку, потому что бывает, что робот приходит, какая-то там ушибательная статистика, например, там, ну, всплеск был, да, то есть коз там упал до 5%, предположим, ну, что-то там произошло, там, случайно 10 заказов сделали, да, потом на Кучеряку, и он начинает в небеса отправлять, то есть к максимуму биду начинает отправлять бид, ну, потому что статистика очень хорошая, пришла, ему понравилось, он решил ищить бид, и, опять же, в посетенных компаниях довольно печальные последствия от этого, поэтому вот это защищает от этого, то есть если вы нажмете сюда, то он не сделает ставку выше, чем 2 доллара и там космические деньги, 2 доллара, условно, то есть не выше, чем вот битрейндж, который подсказывает на Мазон, нижняя вот эта кнопка, это плавность хода, мы ее называем, опять же, автобидер, он довольно, то есть как он, логика его следующая, то есть он получает свежую статистику, исходя из нее, начинает, ну, некими линейными вычислениями, делает ставки, исходя из последней статистики, которую он получил, даже положено, если вот опять же, бывают скачки, потому что случайно, ну, бывают какие-то совпадения, что люди начинают в каких-то ключевиках, там, по рекламе два раза чаще делать ставки, но это только временно, то есть это не постоянно так, ну, так совпало в день такой, а робот подумал, что это теперь на всю жизнь, ну, потому что вот он желез, он не понимает, и он начинает выкручивать бит, а, собственно, картина не изменилась, просто совпала так случайно, и вот от этого защита как раз стоит, что он не может менять ставку больше, чем на 20% за один раз, то есть если у вас был доллар в страх, то он не сможет сделать ставку, там, или доллар 50 или 2, он может сделать максимум доллар 20, а минимум 80%. Вот, ну, это довольно неплохая защита от резких скачков, но с другой стороны, он будет дольше выходить на диапазон, потому что он может двигаться вверх-вниз только на 20%, но, опять же, если у вас какая-то старшаяся компания, это прекрасная защита от скачков. И, собственно, к низу, если перейти, то есть здесь идет у нас Zero-Auto-Pilot схема, это для людей, которые настолько безбашенные, да, которые, еще раз говорю, мы здесь, наверное, крупными красными, что пассивные не надо, но это люди, все-таки, которые решились пассивными с Zero-Auto-Pilot дойти, для них есть две схемы, это Fast-Expensive, это, собственно, как у нас робот с самого начала работы, это быстрые ставки, то есть он начинает с самой верх, то есть вот у нас максимум 3 доллара, у нас начинает с 3 долларов и начинает лупить, то есть сверху вниз двигается. Это довольно быстро работающая схема, то есть она, ну, она поживет у вас огромное количество бюджетов, потому что слова непонятные, насколько они хорошие или плохие, не понятно, но для того, чтобы это понять, робот поживет довольно много денег. И наиболее безопасная схема для брод-компаний, с Polon-Expensive, вы начинаете с нижнего диапазона, то есть вот с этого, с 0,2. И пошел вверх, и он смотрит, что происходит, но опять же, все равно, книги растут, потому что, если ключевое слово плохое, он все равно деньги потратит, пока это не выяснил. И, соответственно, вот у нас еще такая штука, есть эта галочка, он пойдет не с 0,2, а он пойдет, если эту галку нажать, он пойдет с нижней границы с RG, то есть в нашем случае он пойдет с 0,5 доллара вверх. Вот, ну, то есть он сразу попадет в зону гарантированных проказов, но это более безопасная схема, но она более медленная. Вот. Теперь, что называется, мои рекомендации для компаний, которые у вас есть по экзекту. По экзекту компании, если у вас есть какие-то уже основные ключевики по экзекту, которые у вас прекрасно работают, вы знаете, что это рабочая ложка, вы хотите просто подровнять окосы, вот. Ну, то есть, например, для чего это нужно? Вы хотите подровнять окосы, например, вы знаете, что у вас органика вышла уже на уровень, вам такой большой окос не нужно, вы хотите плавно снизить до какого-то определенного окоса, и вот здесь его задают там 40, там еще что-то. Вот. На экзекту компании максимум бит можно выкручить в любую, хоть 10 долларов ставить. Это не влияет, потому что, в принципе, экзекту компании у вас все равно на пределе работает, и робот там выровнен. Там если хорошая статистика, он выровнен, там все будет нормально. Молчанию 3, ну, можно ставить больше, если ничего страшного произойдет. Ну, это джазгит с окосом нулевым, это все-таки, если в вас objections и вы хотите работать только с минус-словами, которые у вас будут, то есть она не будет регулировать ваши ставки, она будет только смотреть на минус-слова, то здесь вот можно поставить галочку. Это означает, что если нет статистики, то есть окос равно нулевые, нет статистики по продаже, она не будет трогать такие слова. То есть вы здесь ставите галочку, и как раз вот на продажу с компанией, о чем я говорил, то есть вы тогда будет просто... Робот будет вести вашу компанию, он не будет трогать ставки, потому что, ну, нет статистики, понятно. Он будет просто вычленять тех, которые не работают, то есть засовывать в негативные слова вот этих самых хауссайдеров. То есть, ну, проредит вам список, проредит вас список ключевых слов в вашей компании, но ставок делать не будет. Это вот это вот галочка, когда я отвечаю. Далее. Это я вам говорил, это начинает двигаться робот, если у него нет статистики. Вот эта схема, то есть, если включено слово «on expensive», и он начинает двигаться с 0 и вверх, либо, если галка эта стоит, он начинает с диапазона, который подсказывает Amazon. Вот эта галочка, еще раз я уже про него говорю, быстренько так скажу, это защита от упадения гарантированных показов. То есть робот не сможет сделать ставку ниже, чем с G-S, то есть нижний диапазон. Это условно говоря для того, чтобы не вывалиться эта защита от того. Многие, опять же, с этим сталкивались, ставят на автомат, прекращается продажа, потому что робот начинает ставку уменьшать, но не может подписаться этот вход без уменьшения ставок. И он начинает уменьшать ставку и выпадает из гарантированных показов. Заказы, если показы прекращаются, прекращаются, заказы прекращаются, все. Все умирает. Защита от этого. Вот это кнопка. Ну и двойная защита и, соответственно, с верхним диапазоном тоже защита. Вот так просто железно он никуда не выпадет. Но здесь другая появляется проблема, что он не сможет выехать на этот окос. Для этого мы тоже, я сейчас попозже расскажу, что мы придумали для этого. Теперь мои рекомендации по бродовским, по фрейзовским и по экзек-компаниям. По экзек-компаниям я сказал, выкручивайте все, что можно, потому что компания проверена, робот там справится прекрасно. То есть, в принципе, даже можно вот это выкинуть. Но я бы не ставлю. То есть я на экзек-компании сам себе ставлю вот эту галку, вот эту галку я ставлю. То есть они сейчас по умолчанию здесь ставят. То есть вот, 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 три галки я ставлю. И, в принципе, на экзек-компаниях это замечательно. То есть максимально можно побольше даже поставить таргет ставить, как у вас есть, эти галки поставить. Экзек-компании это достаточно для счастья, он будет работать прекрасно. Вот. Значит, что произойдет так, как у вас стоит вот эта галка? То есть он ограничен в бедах. Он не может уйти ниже какого-то диапазона. Мы сделали систему алертов. То есть система предупреждения о том, что роботу нужна какая-то подсказка, помощь, потому что, например, если у вас стоит таргет-окос там 40%, и робот не может туда залезть ниже, потому что он ограничен, не может сделать ставку ниже, чем доллар, да, в нашем примере. А у него окос. То есть он хочет залезть на 40%, но он ограничен вот этой галкой. Что происходит дальше? Мы его даем, у нас появился в меню автопилот, он довольно давно появился. И там видны как раз такие предупреждения, то есть требуется помощь человека. Что значит помощь человека? Либо убрать эту галку, либо повысить таргет-кос, потому что он просто показывает, что без захода ниже этой области он не может достичь таргета-коса. То есть у него сейчас таргет-кос 50-60, а для того, чтобы уйти ему на 40 и вниз, он должен вот этот диапазон, то есть пробить этот диапазон. То есть сам он этого делать не будет, потому что это довольно такая вещь серьезная, это грозит выпадением из продаж и так далее. И поэтому в меню автопилот, там сверху появилось, он будет показывать оповещение, что вот такая сложилась ситуация, таргет-кос я могу достигнуть, потому что мне мешает вот этот гол-головый грозбит. То есть либо вы повышаете таргет-кос, либо убираете эту галку, это решать вам, и нотисы эти появляются вот в этом меню автопилота. Единственное, там у нас сейчас это дорабатывается, скорее всего полностью вот так прям красиво и хорошо это все заработает завтра, керево, 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 керево. Но базовые, то есть какие-то статистики сейчас там увидеть можно по Алиэнту. То же самое касается вещей, то есть то, что робота не получается, то есть он про это вам вываливает нотис в меню автопилот, и дальше вы уже должны действовать сами, то есть вы дальше решаете, то есть либо убираете галку, либо повышаете таргет-кос, либо просто вас устраивает такая картина, и ну бог, ну вот так, значит так, пусть так остается. То есть здесь зависимость от того, что вы решение пьете. А теперь по экзекту я закончил, давайте перейдем к броду. Какой, на мой взгляд, хорошая политика была бы для брод-компании, чтобы опять же там ничего не было, ничего не было, на брод-компаниях я бы вообще автобидер выключал, потому что очень мало статистики по брод-компаниям, там огромное количество серферамцев, что там происходит, понять сложно, и я бы просто вот так и делал, джиг, сюда бы. Вот, то есть основной смысл, зачем туда пускать автопилота, автобидера, это вот даже не автобидером бы стал, он просто вычленял бы вам все негативные ключевики. То есть он их находил бы, и он автоматом бы заносил минус-слова, в общем, я тоже довольно много за вас поработать делал, на самом деле. Но не трогал бы ставки, потому что в брод-компаниях трогал бы ставки с крошечной статистикой, я говорю, что это довольно непредсказуемые последствия. Теперь, что касается фрейза. По фрейзу статистики, в общем-то, побольше, чем по броду, но все равно поменьше, чем по экзек-компаниям, поэтому вот эту галку бы я убирал. Единственное, я бы здесь вот в зеро-апост, то есть в зеро-апост бы я обставил, все равно старту с жестом бит бы я оставил. Вот. Здесь просто я слово на экспенсию бы сделал, чтобы он двигался вниз, и единственное, что, опять же, хочу сказать, что на фрейз-компаниях возможно какое-то увеличение бюджета, потому что робот начнет прощупывать почву, и здесь тоже надо довольно аккуратно. То есть сразу говорю, что на экзек-компаниях все отлично, на хорошей экзек-компаниях с хорошей статистикой, на броды ставите вот так, убираете все возможности, чтобы он не делал никаких ставок. На фрейзе смотрите сами, если вы все-таки захотите, то, наверное, слово на экспенсию бы выставили, потому чтобы он, это будет подольше, но это будет более, как бы, в сидящем бюджете. Вот. А какие еще вопросы там? Ну, тут вот как раз мы не уточнили, он как раз уточняет, а именно увеличение вручную ставку на ключи с нами окосами, чтобы увеличить гарантированные показы по ним, а с более большим окосами меньше ставку. Все это для правильной рассуды рекламного бюджета. Это вот уточнило. Ты все про это рассказал? Да, я про это про все рассказал. Все, теперь, значит, Александр уточняет. Как зайти в настройки моего аккаунта в интерфейсе? Например, подключить еще один аккаунт и переподключить другой аккаунт? Значит, смотрите, по поводу еще одного аккаунта у нас сейчас ситуация следующая. Мы сейчас допилим эту функцию, то есть у нас есть планов, но не первоочередной. Сейчас мы предлагаем следующее решение. Вы нам пишете на техподдержку, на второй аккаунт мы вам даем 10% код купонный. И вы просто его уводите, вы получаете скидку на второй аккаунт. В течение, наверное, где-то трех недель, 2-3, то есть это в планах после автореспондера, у нас мультиаккаунт будет, то есть вы можете прямо в свой аккаунт добавлять следующий. Но сейчас это некий геморрой, и мы сейчас просто даем... То есть если у вас европейские и американские аккаунты, вы заводите американские, а на европейские пишите нам, мы вам даем 50% код купон, и вы по нему заводите уже следующий аккаунт, и они будут у вас с разными логинами. Это некий геморрой, но еще раз говорю, что мы собрались с этим, все в один аккаунт свести, но это будет где-то неделю через 2-3. Ну, тогда смысл-то есть, переплачивать деньги, лучше подождать, наверное. Не, а зачем переплачивать, ты все равно будешь... Нет, понимаешь, они не будут бесплатны. Во всех, не только у нас, у всех остальных, мы даем очень значительную... Ну, 50%, но во второй аккаунт, понимаешь, почему это все происходит, почему мы берем за эти деньги, потому что нам же парсят еще одну площадку, а это как бы все стоит службы, денег, поэтому... А это не для отделок, а не для того, чтобы управлять? Только думаешь, Европа добавляется обязательно? Значит, смотри, аккаунты, с которыми сейчас умеет работать API амазоновская, это Европа, причем Европа покоцанная, там только Германия, Испания, Италия, Великобритания и, по-моему, все. И США, это Норд-Ист, это Мексика, Канада и США. Так, все, больше амазоновская API ничего делать, и не Ипо, и там еще, и Индия, и Китай, и Бразилия, он с этим пока Амазон не имеет работу. Сейчас пока только два, две площадки, которые Амазон отдает на API, это Европа, вот те страны, которые перешли, и Северная Америка, тоже три страны. Все, остальные API там недоступны, и мы, к сожалению, ничего там сделать не можем. Ну, до Японии я несколько человек слышал, пару знаю, но не более того. Ну, у меня есть и клиенты, которые торгуют в Японии, но там, в принципе, нормально, там, все равно меньше, чем Европа и Америка, чем-то так значительно меньше. Хотя, как ни странно, там людей достаточно много живет, не бедно. Людей много, но просто все равно живет меньше, там, самый большой, я считаю, это американский, да, и европейский поменьше, и там ничего поменьше. Понятно. Алекс пишет, дорого, вообще дорогой сервис ваш Тул. А в сравнении с другими, вот, равными конкурентами, какая цена образования? Ну, смотри, у нас, если вот прямо так хорошо сравнивать, у нас, ну, я не знаю, там, 2-3 конкурента, вот сейчас Allerlabs сделал Gnit, соответственно, PPC Entourage, PPC Scope, но цены у всех одинаковые, я не знаю, у кого здесь дешевле, чем у нас. В принципе, мы смотрим ориентир, такой, тем более, там, если нашелся респондер, такой, чтобы с трекингом был, и вообще, чтобы все в одном, да, компайне, как у нас, там, сейчас трекинг будет, сейчас автореспондер, ну, трекинг уже есть, автореспондер, это ни у кого нет. То есть, если ты хочешь, например, у Silverlabs заказать, отдельно у тебя будет и Gnit 40 баксов жрать, отдельно и в месяц, отдельно будет 40 баксов жрать там респондер, отдельно там еще что-то 40 баксов будет жрать. Ну, понятно. Вот, а у нас, да, поэтому, я не знаю, чтобы такой, чтобы и трекер был, и инструмент с PPC, ну, я не знаю, наверное, я не знаю, какой конкурент. Потому что Cash Call Pro, о которой говорили сейчас, да, это вообще из другой области. Это Cash Call Pro, это объединение, там, я не знаю, Jungle Scout какого-нибудь, да, там, или Amazon Run, которым здесь используется, автореспондер какого-нибудь, да, там, типа Silverlabs, там, Genius, вот, и, соответственно, работаем с негативным фидбэком, то есть, и все, там, PPC нет никакого, PPC довольно сложный IP, и я говорю, что там сервисов, которые работают именно так, вот, прям, заточенные PPC, их на самом деле сильно меньше, чем сервисов, которые, там, парсят с Амазона вот эти все данные, и потом, там, показывают, ну, типа, вот именно заточенные PPC, я могу так слетно назвать, там, 3-4, и все. И я бы не сказал, что у кого-то там дешевле, чем у нас, я бы сказал наоборот, что у вас там дороже, даже не скажу. Ну, за тот уровень услуг, да, за тот, за тот эпазон в возможности, скорее всего, у Сегу было бы дороже. Ну, за всех не скажу, но это мои предположения, по моим прикидкам, я думаю, что так. Ну, понятно. Так, значит, Александр Ковалев пишет, PPC Scope на 6 аккаунтов 65 баксов. Ну, PPC Scope 6 аккаунтов, у нас европейский аккаунт, он стоит одинаково, то есть у нас нет, не будет разделения по странам. То есть, если посмотреть у нас, это будет 39 стоит американский, и, ну, плюс скидка, там, 29 получится, да, 29 будет стоить американский, и 15, вся Европа, то есть все страны, то есть у нас будет это одно и то же. У нас будет 45 стоит. То есть 65 и 45, ну, вот так и так. На 7 он, точнее. Ну, понятно, двигаемся дальше, больше вопросов нет. Так, окей, значит, ну, возможно, опять же, касательно PPC Scope, у PPC Scope нет трекинга, у PPC Scope нет, ну, автобиддеров нет. Ну, то есть, у PPC Scope может какая-нибудь статистика другая, да, там. Я не говорю, что у вас лучше или хуже, просто у нас такие вещи, которые у них нет. У них есть какие-то вещи, которые у нас есть, у нас нет, да, то есть, ну, PPC Scope я, кстати, с большим уважением отношусь, но мы старались сделать наш сервис несколько более таким. Ну, в любом случае, мне кажется, если выходить на рынок новичков, все равно они более старые, так скажем, более распиаренные. Не, они старые, они самые первые. Да, да, они более распиаренные, их лучше знают. Они не самые первые, конечно. Нам все равно придется, да, тебе, точнее, все равно придется делать дешевле, лучше, больше насыщенно и так далее. Согласен. А так просто и в утопии, бессмысленно. Да, 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 абсолютно верно. Ну, мы стараемся как раз максимальное количество людям делать, то есть, статистики показывать, вот здесь автобидеры, трекинги, сейчас респонд. У нас задача вообще в итоге, чтобы все сервисы сторонние, да, объединить. Единственное, наверное, которое мы не будем объединять никогда, потому что это нарушает там ТОС Амазоновский, и это вот эту, собирать всю кучу там по бесселлерам, это довольно рискованная операция, и вот все Jingle Scout и так далее, они же фактически нарушают ТОС Амазона, когда они собираются эти базы по товарам там, по бесселлерам и так далее. То есть, они просто купят парсерам Амазонов, да, то есть, они там огромное количество парсеров, которые сидят там, либо они сами делают, либо покупают индус каких-то там эти базы уже готовые, вот, но фактически это нарушает ТОС Амазона, и как бы это чревато, да, то есть, ну, это не совсем правильно. Поэтому, наверное, этого у нас не будет. То есть, мы работаем в основном с АПИ, которые нам дает Амазон, вот, и мы берем данные, разрешен, то, что Амазон брает разрешение. По бесселлерам информацию Амазон разрешает брать первые, насколько я помню, то ли 50, то ли там, ну, где-то в таких пределах, может и 100, вот. А вот эти гигантские базы, там, у Ниглоскаута, там, у Amazon One, это все с Пашем и Ниглосами, ну, там, просто, ну, бог с ним, просто это я к чему клоню, что мы этого пока не планируем делать. Вот. Так, ну, давайте продолжим тогда. Опять же, так как у нас, я чувствую, много новичков, которые либо не работали с PPC, либо как-то это, в общем-то, у них не самое удачное знакомство произошло, давайте рассмотрим под конец самые большие ошибки, самые распространенные ошибки людей, которые начинают работать с PPC, что они делают неправильно и как уберечь их от этих ошибок, как, собственно, как, что не надо делать, что, в принципе, не надо делать нам. Самая большая, самая первая странная ошибка. Когда человек приходит на PPC, он делает следующую вещь. Многие считают, что чем больше не будет ключей, я уже в начале этого говорил, то есть они заводят какие-то гигантские бродовые компании, ну, после автомата, если. То есть сначала первый шаг, когда все только ставят с PPC, они ставят автомат, они смотрят, что происходит с автоматом, потом следующий этап, это скачивает отсчет по, и опять же, если не поиск наша программа, у нас это все показывается в автомату, скачивает отсчет по Search Team Report, и Search Team Report автомат, посмотрит какие-то хорошие ключевики, делают по ним компанию, там, я не знаю, бродовскую, да, именно, я говорю, что ошибка бродовская, и все, и выставляют там какой-то бюджет, на этой бродовской компании, и, собственно, автомат запрекращают, потому что они считают, что все, откуда они уже вымели, а дальше сами. И вот эту бродовскую компанию начинают какой-то бюджет накидывать, и начинается ад. Ад начинается в чем? в том, что окос, ну, какой-то там безумный выползает, потому что там под 100%, 200%, я знаю людей, которые там, ну, и под 200%, и под 300% окос выходил, да, и люди начинают уменьшать ставки, начинают, ну, то есть, ну, куда им такое? Начинают уменьшать ставки, и все, и продаж не будет. То есть во второй край, да, то есть либо окос там 300%, либо продаж не будет. И все. И на этом, ну, как бы, новички, дело в следующем, что 50% не работает, это все безумно дорого, с этим нельзя справиться, Амазон, это самое, с нами как-то некрасиво себя ведет. Почему, что здесь было сделано неправильно? Вот с самого начала, почему здесь это не сработает? Вывод довольно простой, опять же, я об этом в самом начале говорил, 80% вашей рекламы должно уходить на АЭК-З. И если у вас конкурентная ниша, у вас АЭК-З должен быть упыточным, но зато он будет двигать органику, которая вам уже начнет привычить требования. То есть конкурентные ниши, если у вас там, тем более если речь идет про какие-нибудь там чехлы для айфона, да, или что-то такое там высококонкурентное, где очень много народу, очень мало кислорода, то никто не зарабатывает на PPC вообще никто. Все, кто сидит в конкурентных нишах на PPC только теряют деньги. Они зарабатывают в той органике, которая притаскивает за собой PPC. То есть PPC приносит продажи, продажи приносят органику, органик приносит еще больше продаж, и вот с этого уже начинает идти прибыль и деньги. Что было неправильно в первоначальной схеме, которая рассказала, когда человек вот с автомата вытащил красивые Серж Тернса и потом сделал бродовскую компанию и все. Значит, бродовские компании, в принципе, должны у вас собирать мусор, собирать мелочь. Они, в принципе, хорошие вещи, но они должны у вас составлять максимум 20% от вашего бюджета. То есть вот эти бобровые калитания, с них никогда невозможно получить ни продаж, ни органики. То есть они, в принципе, собирают собрать ваши экзекторы фрейз-компании. То есть вот ваши экзекторы фрейз-компании должны собрать довольно хорошую часть того, что, в принципе, ваши клиенты. А вот эту всю большую долю, которая осталась после этого, собирает как раз бродовские фрейзовые компании, которые, собственно, сидят по довольно низкой ставках и вот собирают вот эти 20%, которые первые 8 не собрать. То есть основная задача, когда вы начинаете PPC, найти вот эти вот экзекторы-компании, которые будут приносить вам 80% продаж и 80% клиентов. Самое замечательное это дело, это автокомпания, об этом я предыдущий фрейзер рассказывал в вебинарах. То есть когда вы только-только зашли на PPC, вы стартуете автокомпанию, которая где-то по тройку, там, месяц, 2-4 недели на высоком виде работают, собирает вам статистику, собирает вам ключевики, а потом, исходя из этой статистики, опять же, проще всего это делать в нашей компании, в меню Searching Tools вы уже видите всю картину. Автокомпания Амазона, они довольно неплохо собирают вам всю статистику, все ваши ключевики, то есть в принципе ваша стратегия какая. Вы запустили автокомпанию, она вам собрала статистику, на высоком, самое главное, на высоком виде. Вот еще довольно тяжелый момент, железные яйца, это вы должны вот эти 3-4 недели пережить, потому что там будет безумный окос. У вас на автокомпании, при высоком виде окос может быть там и 400%, и 100%, и 200%, вы должны скрепить зубами, но терпеть. 3-4 недели, иначе вы не соберете ваши... То есть это вот то, что вы вложили как в товар, то есть здесь вот должны вложить статистику и вложить в ваше будущее благосостояние благополучия. Вот вы собрали за 2-4 недели, потеряв там некоторое количество денег, но вы собрали хорошую статистику, вы заходите к нам в Search on Tools, или сами скачиваете с сайта там Савиат Централа, открываете и начинаете внимательно изучать, что же вы нас собрали. А вы собрали следующие вещи. Вы собрали, вы, во-первых, если вы отсортируете по количеству продаж, по ключевикам, да, там посмотрите, сколько такой ключик принес в продаж, вот первые, наверное, там, ну в зависимости от того, насколько много у вас там трафика, насколько популярный товар, ну там первые 5-10 слов, это вот ваши будущие обязательно. Тифрейзы. Вот вы прямо оттуда их вытаскиваете, и каждое ключевое слово заводите в отдельный... Вот оттуда первые 5-10, вы заводите в отдельную компанию, которая у вас будет по экзек-словам, и куда вы начнете лить деньги. То есть это самое хорошее, что, в принципе, у вас будет. Но, опять же, так как мы не в космосе, там масса конкурентов, и прямо так красиво выступать не получится, но, тем не менее, вы потом это все отобьете на органике и так далее. Вот. Следующий под этими 5-10, это вот то, как раз, где можно уже выступать там... Я их называю... То есть я создаю компании, где довольно много экзектов, я их называю там... Акос там какой-то там... Ну, я у себя их называю там... Акос, например, 30 процентов. В нашей системе это довольно... Если вы в Search Terms Tools у нас зайдете в систему, поставите Акос, например, 30, пилу, да, и она вам покажет все ключевики, которые выступили хорошо. То есть Акос был там, предположим, у них ниже, чем 30 процентов. Вот первые, основные там десятки отдельными компаниями делаете на слив бюджета, то есть там вы начнете поднимать органику, вот. А последующие вы просто смотрите, создаете для них какие-нибудь компании, тоже по экзектам, которые поменьше, которые, кстати, тоже неплохо довольны автопилотом у нас. Я пробовал работать на таких компаниях. Вот. Но там меньше продаж, там меньше статистик, их не обязательно там в одну утрату, они, вначале, будут тянуть за собой органику, но они тоже довольно неплохо продают, и там, в принципе, тоже что-то. Ну, их будет, если там процентном соотношении смотреть, ну, может быть, там процентов 15-10 они есть. Вот. И все оставшиеся, но с хорошим Акосом, сразу хочу сказать, с хорошим Акосом, вы засовываете все бродом, можно даже там фрейзом, как угодно, в такую компанию, и на низкие ставки их пускаете. Ни в коем случае никаких высоких ставок нет, на низкие ставки их пускаете, и вот таким образом вы начинаете уже контролировать, что происходит. То есть те ключевики, экзекторы, которые, собственно, которые вы выделили первые там 5-10, это ваши пионеры-монстры, которые, собственно, у них основная цель даже не столько заработать. Эти ключевики начнут вам тащить рейнкинг по органике. То есть вы в них будете... То есть первое время, как все будет происходить на этих экзекциях? Вы выкручиваете бит плюс, это значит, что у вас ставка может быть выше, но вы залезете на самый верх для высокой ставки, и вы начинаете их заливать, ну, не то чтобы там массу, но довольно... То есть выставляете довольно приличный Акос, то есть там 50-60, это будет нормально совершенно Акос. Вот. Вы будете терять деньги, и вы начинаете внимательно следить, что происходит с органиками. То есть когда у вас по этим ключевикам пойдут продажи, за счет того, что у вас довольно высокая ставка, а продажи у вас пойдут, вот, у вас начнется по нашему графику для Keyword Trading, вы будете видеть, насколько хорошо у вас начинает расти органика, и здесь нужно, опять же, понимать, куда вам комфортно будет вытащить. То есть если, например, у вас будет хорошо не с первой страницы работать, с довольно невысоким, там, предположим, спендом, то оставляйте там. То есть вы можете поэкспериментировать, можете поперемещаться, заливая или, наоборот, ограничивая бюджетно вот эти экзакты, вы можете смотреть по рейтингу, где у вас хорошо работает. Предположим, если вы сможете дотащить там до вверх первой страницы, да, и посмотреть, насколько там хорошо, ну, у вас там Акос будет под сотню, но зато у вас будет куча органики, вы поймете, что, окей, вот здесь мне комфортно, да, я там буду Акос под сотню держать, но зато у меня органики будут замечательные там. Или, наоборот, если у вас там Акос будет там 20-30%, но при этом вы комфортно разместите где-нибудь в начале второй страницы, да, у вас там будет продаж значительно меньше, но зато у вас зарабатывать будет больше, ну, прибыли будет больше. То есть здесь все зависит от того, то есть здесь надо смотреть, то есть сравнивать рейтинг, сравнивать с тем, сколько это, какой был отспенд в это время и делать какие-то выводы. Вот. Ну, наверное, как-то вот так. Это вот, собственно, о том, о чем я говорил, что ошибка, о которой я хотел рассказать, это не связываться с броудкомпанией, то есть, если подытожить, не связываться с броудкомпаниями с высокими ставками. Это ошибка, этого делать нельзя. С высокими ставками можно связывать только на экзек-компаниях и с некоторыми условностями на фрейс-компаниях, да, но броудкомпаниями высокие ставки только для первоначальной, это автокомпания, только для первоначальной накопления статистики. Дальше это будет, ну, дальше просто это не будет работать. Это первая ошибка. Есть какие-то вопросы или... Александр, поддержал тебя, сказал, хороших программ побольше, лишь бы работали. Дальше. Будем стараться. Ну да, я тоже согласен, просто не надо загоняться на количество, в первую очередь надо загоняться на качество. На качество, совершенно на основном, да. Алекс говорит, основные ключи доводим ручками. Реклама, осины, конкурентов, автоматов, идея автопилота понравилась. Сделать алгоритм, ввел осин и все пошло само. Ну, это такое. Здесь, я вот отвечу на этот вопрос, мы довольно много экспериментов, здесь есть одна проблема. Я до этого сталкивался, я работал, когда до Амазона, я также точно автоматизировал мы писали рекламу, если из России есть, узнает, в Яндекс.Маркет есть такая штука. И у нас там магазин, он до сих пор работает на Яндекс.Маркете в России. И там была интересная штука, мы точно так же оптимизировали на Яндекс.Маркете рекламу. То есть на Яндекс.Маркете такая же тема, как на Амазоне, тоже ты можешь, за счет того, что ты можешь изменять величины ставки на рекламу, то есть там аукцион такой же, как на Амазоне, и выше, ниже показывать товар, результат вывести. Но это было давно, сейчас у них там все переигралось, но когда-то, когда еще года там три-четыре назад мы этим занимались. Вот что интересно. в мире тоже есть, у Аддог довольно мощная система есть. Здесь основная проблема в предсказании. А предсказание значит то, что когда у тебя нет, вот мы, например, начинаем, когда у тебя, я уже вначале говорил, когда у тебя довольно много статистики, и когда у тебя видно, как продажи, то есть на экзект-компании хорошей, когда много продаж, когда у тебя много статистики, автоматы работают превосходно, потому что у них масса статистики, они знают, что происходит, они контролируют, и они там снижают, повышают, все прекрасно. А проблема-то в чем? Когда у тебя нет никаких данных, и автоматам приходится предсказывать, и мало данных. И вот этим роботам, автобидам, им приходится предсказывать и понимать, что происходит дальше, статистики у них мало, и они начинают вангами таким работать. То есть, что будет, если я вот так сделаю, а что произойдет? То есть, они вот так вот пальцем в небо тыкают, и за счет этого делают какие-то там... Потом, когда уже приезжает статистика, они понимают, правильно они сделаны или неправильно. Но это все время, это все деньги. И поэтому вот именно в системе предсказания, это слабое место роботов, и вот прям супер все автоматизировать, я еще раз говорю, чтобы прямо совсем кнопку нажал, все заработало, эффективно не получится. То есть, это получится хорошо, когда у тебя уже какая-то есть статистика, когда у тебя уже есть продажи, и просто тебе не хочется этим каждый день заниматься, лазить, смотреть, да? Ты просто вывел на автобиддер, и все, и он сам за тебя смотрит. То есть, тебе не надо каждый день залазить через централ, там смотреть, что происходит, что робот с хорошей статистикой, он без тебя справится. А вот как раз, когда мало статистик, когда ты только запускаешь товар, когда только запускаешь рекламу, вот здесь пишешь руками. Робот это очень доверяет, то есть, вот система предсказания, она, ну, это не только у нас, она довольно слабое место, и здесь все-таки лучше человек, чтобы этим занимался. Когда уже все хорошо, когда ты уже настроил, ты можешь доверить роботу, потому что здесь он справится. А вот все-таки человек лучше, в первоначальном этапе человек лучше справляется с такими вещами, особенно, когда мало статистики. Ты всегда можешь предположить, что произойдет, а роботу это сложнее. У него искусственный институт не настолько крут, чтобы он там какие-то делал довольно такие хорошие предсказания. Поэтому прям совсем на синткнул и все побежало само. Но, к сожалению, мы над этим работаем. То есть мы надеемся, что когда-нибудь это мы сделаем, но пока здесь все довольно скромно и роботы хорошо справляются там, где человек уже прошел. Когда человек настроился, наладил. Когда все так получится, когда так все получится, судный день наступит. Да, ну и скорее всего, да, судный день. Так, значит, Виктор спрашивает. То есть, воборот, компания, ключи, в настройках стоят также брод. А негативные ключи это те же, что и он так написан. Вот по поводу брод, да. Что и что ключевые слова только в негатив фраз. Это я правильно понял? Кросс-минусовку. Вопрос залетела-то так написан. Я же затрудняюсь. Я понял приблизительный вопрос. Да, я приблизительный вопрос понял. В брод-компаниях не бывает брод-негатива. У магазина всего два негатива есть. В экзекте-фрейсе у них больше нет негатива. То есть нет, невозможно засунуть негатив по броду. Но никакой связи между брод-компанией и негатив фразой в экзекте или фрейсе или в броде нет. То есть, если у вас компания бродовская, то все равно робот у нас засовывает ключи. То есть, он боится. То есть, не тоже он боится. Мы боимся, что мы вам что-нибудь там испортим. Поэтому он старается максимально аккуратно все делать. Поэтому он засовывает те негативные слова, которые он находит, он засовывает их только исключительно в экзекте. Это сделано для того, то есть, в принципе, мы думаем сделать такую настройку, чтобы он еще мог фрейзам засовывать. Но на текущий момент он засовывает в экзекте. Да, это может быть более медленно работает, но, по крайней мере, мы не уничтоживаем какие-то хорошие слова, которые вдруг там где-то окажутся. В принципе, мы думаем над тем, чтобы была такая кнопка в настройке, что разрешить роботу и фрейзу засовывать. Но пока вот по практике хватает экзекте. Брода не бывает. Негативного брода не бывает. Поэтому, если у вас брод-компания, все равно будет экзекте. Так, а ты мне скажешь, сейчас ты видел, что новое обновление. Вот у меня сейчас проверил, на нескольких аккаунтах не поменялся интерфейс, а у многих поменялся интерфейс. Ctrl F5. Ctrl F5. Надо нажать, перезагрузить. У нас стоит ангулярный фреймворк. Он сейчас из кэша у тебя работает. А если ты нажмешь Ctrl F5, то у тебя кэш перезагрузится. А если на Mac, ты там нажать забыл уже. Все, на Mac? Да. Ну просто релоуд нажми. Command F5 может. Voice over включена. Just broadcast for Facebook. Окно. Окно. Пошло дело. Ваша текущая позиция на экране. Стоямба. Siri включил. Ладно, не буду лишние кнопки нажимать. Ну, здесь смысл в том, что просто из кэша надо. Windows это Ctrl F5, а в Mac, к сожалению, я не знаю. Ладно, разберемся. Ctrl F5 просто у нас ангуляр фреймворк, и надо его весь, чтобы он вас перезагрузил. Просто F5 не поможет для англера. Нужно именно Ctrl F5. Понял. Но, как правило, он, в принципе, по идее, должен у многих уже сам обновиться. Ну, у многих обновился. Некоторые как раз я в чате читаю. А у кого-то новый, у кого-то старый. Ну, вот, и за это я у тебя как раз спросил. Так, и если сразу хочу предупредить, у нас сейчас, мы все равно сделали анонс, но есть, многие, может быть, я заметил, некоторые, может быть, тоже это увидят, интересную, любопытную вещь. Если там вот снизу покрутить под искрю, там показывает ваш общий оборот, да, Total, и показывает оборот, который у вас был в степи PC. Или в таблице внизу. Вот, и если вдруг кто-то заметит, что у него в PPC больше, чем Total, я хочу сказать одну вещь. Я тоже заметил на это на пару товарах. Мы скрупулезно перепроверили отчеты. Это действительно в отчетах именно так. То есть у нас очень интересная вещь. Например, мы по какому-то товару нашли за 28 июля. Мы сегодня с программистами сидели, смотрели. Показывает Total. Ну, то есть Sales-отчет показал одну продажу, а PPC, который отдельно от Sales-отчета, показал три продажи. И сейчас у нас есть доступ к техподдержке, ну, внутренней поддержке Амазона. Мы сейчас с этим разбираемся. То есть здесь, скорее всего, какая-то кривизна в отчетах. И я думаю, что завтра, послезавтра мы это требуется решим и автоматически обновим. То есть пока может... То есть это ни на что не влияет, но пока кривизна может вылезти на каких-то товарах. И сейчас вот с Амазоном разбираемся, с их программистами, откуда вы как-то что-то берете. Потому что если вдруг это кто заметит, не пугайтесь, мы сейчас с этим решаем эти вопросы, разбираемся, откуда вообще, почему в Амазонских счетах Sales показывает иногда меньше, чем PPC. Вот, сейчас с этим разбирайтесь. Мне бы советовали кэш почистить. Ну, что-то есть. Ну, возможно. Ну, почище, что-то меня хром глючит. Так, какие-то еще есть вопросы? Нет, пока никаких вопросов больше нет. Так, ну, тогда давай я хотел бы сделать анонс, что у нас. Собственно, во-первых, нам очень важен фидбэк. Сразу хочу сказать, что у нас даже есть такая программа, что люди, которые готовы нам что-то... Не то что советовать, а говорить, что хотелось бы увидеть вот это, хотелось бы здесь увидеть вот это. Если человек довольно как бы интересно много нам подсказывает, мы его переводим в статус бета-юзера, то есть это пользователь, то есть мы им бесплатный доступ к нашей системе. Вот. А что если вдруг кто-то почувствует все силы, пишите нам, и мы вас переведем в этот статус. Единственное, мы взамен будем с вас требовать, чтобы вы нам хотя бы там по 2 недели какие-то там свои рекомендации присылали, что вот я хотел бы, чтобы вот здесь вот так вот было, я хотел бы, вот мне здесь не нравится, вот здесь вот я хотел бы вот так вот. Вот. То есть мы... Ну и всякие лаги, кстати, правильно, всякие ошибки и так далее. Да. Нет, ну ошибок мы сами в основном стараемся находить. В основном нам интересно, что предложение. То есть вот, например, у нас, вот я сейчас бета-тестер, он довольно много нам... Ну, то есть он такой продавец, он все время в рекламе сидит, в отчетах. Вот. И он нам довольно много посоветовал вещей, которые, к его взгляду, там было неудобно, ему хотелось бы увидеть так это. И вот, в общем-то, нас всегда это интересно. Рационализация, короче, нужна. Да. Значит, что у нас в дононсе встречается? Значит, у нас автор... У нас будет... То есть мы хотим сделать все в одном. Что значит все в одном? То есть если вы заходите в товар, у вас сразу все там будет. И автореспондер. И негативные эти самые... И ревью. То есть если вдруг вам придет ревью негативный, в разаре получаете, может быть, на почту, что вам пришел негативный ревью, то есть вы моментально начали с ним работать. У нас будет автореспондер. Важная вещь, с которой мы сейчас работаем, это АБ-тестер, потому что довольно интересная штука. Это позволяет, ну, например, авторепрайсеры... Мы, наверное, не будем делать репрайсеры, потому что, ну, для ФБ это довольно такая вещь себе, мало кто будет пользоваться. Но АБ-тесты довольно интересные вещи, в основном и за счет того, что вы, например, будете представлять, что будет, если вы поменяете тот. Ну, это очень хорошо, смотреть, например, цену. То есть если вы поменяете цену, у вас было там 20 за этот товар, вы хотите проверить, что будет, если вы поставите цену 10, И вот эти АБ-тесты, они будут собирать статистику за неделю, предположим, за две недели, когда у вас цена висела 20, а потом будут собирать статистику за две недели, когда у вас висела 10. А потом вам покажут, что продажа выросла настолько, прибыль выросла настолько или наоборот, что выгоден, например, когда у вас цена 10. или наоборот. То есть вот это вот довольно удобная штука, то есть чтобы вам не сидеть, не запоминать или думать, а вот когда у меня было 20, у меня было 5 продаж, да. То есть это вам все сразу все покажет. И то же самое как в PC, то есть если, предположим, вы будете менять стратегию с высокого беда на собирание, там, например, бродовских там понизам, то есть то же самое, можно запомнить это. Хотите поменять название, хотите поменять фотографию. Вот это вот у нас как раз вот то, что будет. Но автореспондер, я думаю, все знают, это когда у вас продажа, вы начинаете клиента долбать спамом, что мы хорошие, ставьте нам обзывы, мы станем еще лучше. Но довольно хорошо работает, опять же, я по своему аккаунту сужу, у меня на некоторых товарах респондер стоит, на некоторых не стоит, а где стоит. Единственное, самая большая проблема, и все об этом знают, то, что всегда там 80% отзывов ставят почему-то у компании. То есть начинают рассказывать, какой у тебя крутой товар в отзыве о компании. Вот это, конечно, очень печально, но зато у тебя ставится селлер-рэнкинг, конечно, тоже большой, там много отзывов. Но все-таки хотелось бы, чтобы они попадали все-таки в сам товар и встали в отзывы. Но тут уж ничего не поделаешь, потому что Амазон. Есть тогда у меня такой вопрос свой, а если много товаров, аналитику, этот продался или вот этот продался, какое количество продалось, это реальная проблема? Это все у тебя сейчас, это все сейчас, мы все это сделали, сейчас все на главном у тебя были. То есть ты видишь все, причем вот если ты все-таки поборешься с кэшем и зайдешь, поспоришь, мы сейчас это все сделаем. Причем самое удобное то, что ты не только видишь статистику к своему товару, но ты можешь сравнивать, сколько потратим на PPC при этом. Так, еще вопрос у меня. А если у меня, вот я, например, управляю многим количеством аккаунтов, то есть вот у меня еще на данный момент три партнерских аккаунта. Как в этой ситуации? Мы тебе даем скидку на каждый последующий аккаунт, 50%. Вопросы у меня больше. Так, ну больше вопросов в принципе нет, еще есть чем подытожить? Ну, в принципе, вот, если, значит, в следующий раз хотел бы к семинару привести уже, рассказать про наш, собственно, авторисходер. Каких-то супер-пупер, там, каких-то у нас отлично не будет, вот других, скорее всего, тоже будут шаблоны, тоже будет контроль за открытием, сколько не дошло, сколько дошло, сколько, ну, то есть как у всех. Вот, единственное, у нас это все будет бесплатно, да, то есть если вы автореспондерами, там, пользуетесь сплатными, да, то здесь это все будет бесплатно, и если вы платите за PPC, ну, это просто как довольно удобная вещь, что просто не надо там 40-30 долларов кому-то еще платить. Ну, считай, получается, I'm the one 20, 9 долларов, по-моему, зонмайстер, то есть 30 долларов в экономе, но какое количество, напомни мне, в пакете стартовом вот в этом, будет трекинга? 50 штук за на каждой. А, писем? А, писем у нас, ты знаешь, мы, наверное, когда только подойдем, мы первый месяц дадим лимитку, а потом будем смотреть, насколько на стерваки на это будет хорошо смотреть. То есть если у нас стерваки лопнут от этого, то мы будем уже какой-то вводить. Ну, в любом случае надо вводить, потому что у нас есть неадекватные люди, которые могут и по 10 письм отправлять к одному клиенту, и они заспамят скорее этот. Слушай, ну мы посмотрим, потому что пока мы ограничивать не планировали, потому что, если сравнивать с трекингом, да, тут трекинг реально пожирает ресурсы довольно много. Вот, а прайд-почту, ну... А второй, второй пакет по трекингу сколько дает? Ну, 50. Да, то есть на каждой из каю 50 кучеников. Понятно. То есть если у тебя там 100 из каюков... Ну, вот народ как раз и пишет, вот хотя бы, говорит, сотка была, было бы уже норм. 50 все-таки... Маловато? Да, достаточно, да. Ну, вот я прям... Ну, хорошо. Слушай, ну, сотка, да? Ну, вот люди пишут прям сейчас как раз, мы еще не успели сказать, маловато. Ну, вот, кстати, давай это самое. То есть, в принципе... Пишите пожелания, люди. Пишите, е-мое. Вот человек, который решает. Да, сотка давайте сделаем так. Мы вот по поводу сотки, окей, мы завтрашнего дня тогда, сейчас программисту дам задание, сделаем завтра сотку и попробуем вместе с этим продержаться. Если без увеличения... Вы пишите просьбы, пожелания. Потому что кейворд-трекинг, я скажу сразу, это очень пожирает ресурсы. Вот. Конкретно кейворд-трекинг, это такой ресурс коемкий девайс. Так, расскажи мне, до скольки позиции, до скольки места он трекает там Amzavan до 300, там других до 400. Ну, он у нас, насколько я помню, до упора Амазона трекает. То есть пока Амазону дают страницы. Насколько я помню, это то ли 200, то ли 300, где-то так. 400, по-моему. Ну, значит, до 400, да. То есть как только Амазон передает страницу, то есть он двигается до упора. То есть как Амазон начинает давать пустые страницы, ну, естественно, дальше он двигается. Ну, понятно. Там просто нам дает, например, Amzavan 300 мест, а страниц 400. То есть она страница и 16, и 48 может быть. Нет, у нас он двигается до белой страницы. То есть пока он не получит белую страницу, он успокаивается. Да, так что это есть интересно. Так, что еще, что еще? Ну, вроде все. Думаю, достаточно. Окей. Тогда, собственно, спасибо человеку, который посоветовал. Знаешь, завтрашнего дня к вечеру у нас будет 100 по просьбам. Соответственно, 100 трекингов под каждый, то есть 100 трекингов под каждый я рискаю. Вот, и посмотрим, вместе посмотрим, то есть если у нас сервера глокнут от этого, да, то мы так и оставим тогда. То есть цену не будем на это повышать. Вот. Ну, вот завтрашний дня, ближе к вечеру, тогда можно будет попробовать это все. То есть за день вряд ли успеем, а ближе к вечеру уже. Ну, то есть если у нас сейчас, давайте так условимся, завтра прием часа уже будет встал. То есть я могу гарантировать, что там завтра будет встал уже, можно будет. Все ясно. Ну, думаю, полезная информация. Кто пользуется программой, кто планирует пользоваться оптимизаторами, потому что понятно, что еще многие не доросли до этого уровня. Да, Денис, еще хотел, извините, что перебил, хотел важные аналогсы сделать. Давай, давай. У нас очень много людей к нам обращаются с просьбой помочь им, потому что они сами не чувствуются силы. Ну, условно. Ну, я понял. Короче говоря, настроить PPC-компанию. Значит, сейчас, пока мы анонсировали такую вещь, она называется у вас внутренний круг, Inner Circle, это означает, что наши специалисты могут вам настроить полностью всю рекламную кампанию и месяц ее вести. То есть пока нельзя будет это все переложить на автоматы, то есть что она в себя включает? Исследование ключевиков, запуск автокомпаний, полностью настройка всех экзектов, экзект-компаний, фрейс-компаний, лоу-бит-компаний, ну, полностью всего, чего можно, анализ, выдача по опоссу, доведение от того, что можно было после первого месяца, значит, основной повесить на автомат, который вы дальше вел, стоит это все 299 долларов, так как 399 долларов, но для твоих подписчиков это 299 долларов будет, это за месяц работы. Значит, мы не гарантируем, что у вас там это приведет к положительным результатам, но все, что мы можем сделать, мы все сделаем. Потому что я почему это и говорю, потому что у нас после каждого семинара огромное количество людей пишут, вот такая ситуация будет. А будет именно в одностороннем порядке, то есть люди просто настраивают и привет, или это будет еще объясняться, почему так, а никак иначе? Все полностью будет объясняться, то есть в это же время входит, после того, как все настроено, 2 часа по скайпу, в это же время входит, мы будем объяснять все в неделю, не все 2 часа. Будет все объясняться, как, почему, что, куда. Да, чтобы потом, чтобы потом как бы понимать, что делать. То есть это для новичков, но опять же еще раз хочу сказать, что мы не гарантируем, что у вас прям взлетят продажи, вы станете там миллионами продавать. То есть здесь еще от вашего листинга зависит, от вашей, мы дадим рекомендации по листингу, мы дадим рекомендации по ценам, мы дадим рекомендации по фотографиям, но 100%, что у вас там вырастут в миллион раз продажи, мы, естественно, дать не можем, но мы сделаем все, что от нас зависит. Тогда второй у меня вопрос. Какая разница при входе новых товаров и уже товаров, которые побывали в боях неравных, явно проиграли? Ну, ты знаешь, для, опять же, не скажу поперечки, да, я какой-то прям супер разницы не вижу. Есть вопрос там, разогнанный товар или нет. То есть разогнанный, я бы даже сказал, что с разогнанной органикой товары по PC двигаются значительно лучше. Нет, мы говорим про мертвые товары, которые надо реанимировать, а не про разогнанные. Ты имеешь в виду, которые после вышли аутусток? Не важно, любые, аутусток, которые сейчас не продаются или какой-то период времени уже плохо продаются, продаются намного хуже, чем раньше. Ну, ты знаешь, здесь самое важное, что... Распродать, например, товар есть задача, просто распродать. Да, я понял. Смотри, здесь вопрос в следующем, что такие товары, их в некое количество денег нужно будет в PPC вложить, чтобы они прыгнули, что называется. Вот, и я об этом и говорил. Да, то есть если ты, как показывает, опять же, опыт, то есть если ты, ну, например, у тебя всех хорошо продают ставка доллар, да, а ты пришел с новым товаром, поставил долларом, а он тебе не выведет никуда, не покажет тебе за доллар. Потому что он тебя не знает, у него есть хорошие продавцы уже, которые по доллару там много продают, а ты кто-то со стороны с долларом пришел, и тебе, ну, то есть ты не упорешь в показах. И здесь схема только такая, и она рабочая, как показывает опыт, то ты запрыгиваешь на битплюс, на максимальной ставке, и Амазон, ну, просто он жадненький у нас, да, там, он, я так хочу ничего, конечно. Мягко говоря. Да, да, он видит, что вот пришел товарищ, готов платить много денег, а давайте ему его покажем. Вот, и у тебя начинаются показы, а потом ты начинаешь снижать ставку. Вот, и потом, то есть ты здесь работает, опять же, как показывает практика, и здесь работает заход с очень высокого битта, там, то есть ты выставляешь какой-то нереальный высокий бит в битплюс, и Амазон там, крестяно, начинает тебя показывать. А потом, когда он у тебя уже начинает нарастать показы, начинает потихонечку снижать. Ну, короче, понятно, расскажите. Сейчас мы просто будем вдаваться в подробности, да, это бесконечно. Да, опять же, ну, то есть если у вас такая ситуация, то мы, опять же, с этим поможем. То есть решать, короче, конкретные задачи с конкретным товаром вы можете, индивидуальный подход, потому что это не такой вот... По PPC, конечно. Бит, только за PPC, по PPC, конечно. Вот, все понятно, вопросов больше нет. Тогда, наверное, все. Всем спасибо за внимание. Вот, Денис, спасибо тоже огромное. Ну, и тогда вот, как у нас будет новый... Опять же, все вопросы, наши почты, инфо, собака, PPC, tools, можно писать мне в мессенджерах, хотя я там очень редко отвечаю, но потому что высокая занятость. Поэтому лучше всего пишите на почту, инфо, собака, PPC, tools. Да, если что-то пипец как важно, пишите мне, я, как бы, это самое, найду контакт. Да, 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 потому что я просто извиняюсь перед тем, кому я там в мессенджере, кто мне писал, я не ответил, но вы просто не видели мой мессенджер, что там творится, но там реально вот. То есть на почту мне как-то не удается разгребать, с менеджерами довольно сложно, вот, поэтому гарантированно я, ну, то есть я 100% или я, или кто-то другой из наших специалистов, вам ответить на почту. С мессенджерами не все так хорошо. Да, мне тоже, говорю, просто раскидывать эти вопросы, я буду их систематизировать, когда наберется какой-то определенный объем. Вот, с каждым вопросом я, конечно, лезть не буду, но если наберется определенный какой-то пул вопросов в таких стандартных, а не видно, что они систематические проблемы, это как раз будет даже больше не вопрос, а предложение для изменения. Согласен. Ну, в принципе, все, так что будем двигаться дальше, всем удачи, всем пока. Спасибо за информацию тоже. Спасибо, пока. Всем пока.